Навыки оказания первой медицинской помощи ученики школы номер два в Ауле Псыш отрабатывают на роботе-тренажёре. 30 нажатий, 2 вдоха, рот в рот, и если всё правильно сделано, у тренажёра поднимается грудная клетка и загораются красным светом диоды в зрачках. Учиться в ногу со временем, а где-то и опережать его. Школа смогла после поступления нового оборудования по федеральной программе. Тут создана зона каворкинга, шахматная зона, конструирование, 3D-моделирование, современное оборудование получено, компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры, то есть планируется ещё аэрофотосъёмка. Но что самое интересное, двери точек роста в сельских школах открыты для учеников и педагогов изо всех школ района, да и просто для местных жителей, кто хочет освоить цифровые технологии. Безусловно, могут и взрослые заниматься в этом центре. То есть тут этот центр рассчитан не только на обучающиеся школы, но и вообще в населённом пункте, кто желающие, и взрослые, уже которые школу окончили, могут заниматься в этом центре. В первой половине дня на базе центра выйдут школьные уроки по технологии, информатике и ОБЖ, а после занятий программы доп. образования по медиатворчеству, шахматам и проектной деятельности. А ведь лет пять назад таким набором спецпредметов и оборудования могли похвастаться лишь воспитанники самых продвинутых городских школ. После уроков можем сюда зайти, поиграть, расслабиться в релаксировающей зоне. Также есть шахматная зона, зона изобразительного искусства. Пока цифровые центры «Точка роста» создаются исключительно в сельских школах. Например, в Карачаево-Черкесии их в этом сентябре открыли сразу 19. Но с 2020 года их география расширится до поселков городского типа и малых городов по всей нашей стране.